Приветствую вас на первом циничном канале, и сегодня мы поговорим о том, как можно, как нельзя ходить на свидания, как стоит и как не стоит знакомиться с девушками и женщинами. Идея этого сюжета появилась у меня после прочтения комментариев к одному из предыдущих сюжетов. Совсем недавно я опубликовал, ну, по сути, ответ на вопросы нескольких комрадов, что делать, если девушка не заплатила за себя в кафе, в ресторане, просто встала и убежала. Ты мужчина, ты должен, вообще, я рассчитывала за твой счет тут пожрать, а ты, видите ли, платить за меня не хочешь, просто убегает. И там я сказал, что вызывайте полицию, потому что вот как раз те комрады, которые вопрос задавали, они начали, что я хотя бы понял, что это за человек, отношения дальше. Не выстраивать, и ладно, хрен с ним заплатил, но хотя бы дальше не вляпался. Я говорил, что вызывайте полицию. Зачем? Зачем платить за мошенника, по сути? Объясняете все персоналу организации, хотят, вызывают полицию, хотят, не вызывают. В принципе, вас задерживать не имеют права. То есть, если вас задержали, то вопросы уже должны быть к ним, у полиции. То есть, это уже незаконное ограничение свободы. Так вот, а если хотят, пусть вызывают полицию, пусть привлекают, и в зависимости от суммы, единственное, я там ошибся. Сказал, что если на 2 500 нажрет и больше, то будет уголовное. На 5. На 5. То есть, до 5 тысяч, по-моему, административное все-таки. Так вот, ну хотя там спорно, на самом деле. Мелкое до 2 500, а уголовка от 5. А вот эта разница между 2 500 и 5, она немножко непонятна. Ну да ладно, неважно. Пусть разбирается уже, как говорится, полиция. Так вот, стал читать комментарии. И многие, комрады, пишут, что там этикет все-таки начали говорить. Я, собственно, говорил, что этикет это, ну, не то, что в данном случае применять нужно. Там идет в чистом виде мошенничество. Это не этикет, что кто пригласил, тот и платит. А вас что, могут пригласить? Вы реально считаете, что при нынешнем матриархате, при нынешнем вот этом оленем хороводе, девушка или женщина будет вас приглашать и за вас платить? Реально? Сколько вы таких случаев знаете? То есть, где-то кто-то слышал, но, друзья, в массе своей мы понимаем, как дела делаются. И потом, опять же, этикет это, хорошо, вы пригласили, вы заплатили, но по этикету должно быть повторное приглашение уже со стороны той стороны. Вы много знаете случаев, когда вы приглашаете на первое свидание там женщину, платите за нее, и она тут же делает ответное приглашение, платит за вас. Вот этикет. Потому что не сделать ответное приглашение, это уже нарушение этикета. Много знаете? Вы и второй, и третий, и пятый будете башлять, башлять, башлять. Это по этикету? Поэтому, друзья, не заморачивайтесь с такими вещами. Но, тем не менее, я увидел очень такую мягкотелую позицию. Му-му-му, ну там, 300 рублей заплатить это не деньги, там, не знаю, лучше не связываться с ментами, а то менты еще привлекут. То есть, ну, тилки, реально, я не говорю, что все, но оленей много даже в МД пробралось. Вот это вот му-му-му, вот, 300 рублей, да плати 300 рублей, пожалуйста, но будешь ты их платить и за эту, и за эту, и за эту, и ничего тебе не перепадет. Десять раз заплатишь, и вот уже один раз можно было просто, я извиняюсь, снять. Так вот, самое главное, что я увидел, многие не понимают, что такое ходить на свидание. Что, в принципе, что это за игра. Друзья, это игра с огнем. Я не знаю, будет ли для кого-то открытием, если я скажу, что на свидание идти без диктофона, это сумасшествие сейчас. Вы понимаете, что вот с этой шурыгинской тенденцией на вас могут написать заявление, вот просто, и все. Вы где-то один на один остались, на вас заявление написали. Доказательственная база, да ее может и не быть. Заявление, утверждение потерпевшей, так называемой потерпевшей. И понимаете, в чем дело? Это же действительно, если посмотрите по ложным доносам, практику, то в случае, там, величайшие случаи выявления ложного доноса, женщина наказывалась условным сроком или штрафом. То есть вы, если против вас будет сфабриковано дело, получите там до десятки. Женщина, если вдруг она на этом деле погорит, ну, ее пожурят. По сравнению с вами, ее пожурят. Друзья, я вам больше скажу, давайте я вам даже немножечко УК почитаю, Уголовный кодекс. Смотрите, если вы по 131 статье, ну, посмотрите сами, что это такое, ну, мы понятно, влетаете по первой части от 3 до 6 лет. Дальше, вторая часть, пункт Б, соединенные с угрозой убийством при причинении тяжкого вреда здоровью. Или причинением тяжкого вреда здоровью. Это то же самое, показания. Да, угрожал убийством. То есть ничего конкретного, там тяжкого вреда не надо, никакой другой базы доказательственной, кроме слов потерпевшей, не нужно будет. Это уже влетает, так, 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 от 4 до 10 лет. Вот чисто на показаниях вам может влететь до 10 лет. А теперь смотрите, друзья, это была 131 статья, а теперь давайте 306 посмотрим. Это заведомо ложный донос. Так, чем он у нас наказывается? Максимальное до 2 лет лишения свободы. Хорошо, первая часть. То же деяние с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления. Бум-бум-бум. До 3 лет. Теперь смотрите, идем в общую часть Уголовного кодекса, в 78 статью. Освобождение от уголовной ответственности в связи со стечением сроков давности. Лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня преступления истекли следующие сроки. 2 года после совершения преступления небольшой тяжести. Через 2 года. Смотрим, что такое небольшая тяжесть. Это умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание не превышает 3 лет лишения свободы. 3 лет, друзья. Так, а у нас заведомо ложный донос, даже с обвинением в тяжком и особо тяжком, до 3 лет. То есть, смотрите в чем дело. Через 2 года у женщины уже, если она обвинила вас ложно, уже закончится срок давности. Вы можете получить до десятки. Вы можете отсидеть там 7, 8, 5, все что больше 3 лет. Или десятку всю. Выйти и она тут же просто скажет, да, все так, я ложно обвинила. Ей ничего не будет. Потому что сроки давности по ее преступлению уже истекли. Она может подругам хвалиться. Вы будете сидеть, она будет подругам хвалиться через 4 года, например, не рискуя за это влететь. Она будет хвалиться подругам, что вот дурак сидит и как-то, ну да, я прикольнулась, написала заявление. Если вдруг эта информация всплывет, то ничего не будет. Сроки давности истекли. Понимаете? Вы еще будете сидеть, а у нее истекли сроки давности. Просто по заявлению. В случае, если она там влетает на самом начале, то очень несерьезные наказания. Так вот, вы идя, вот играя по таким условиям, вы что, не понимаете, что у вас как минимум должен быть диктофон? Не факт, что он поможет. Не факт. Но вам будет за что цепляться. У вас будет соломинка определенная. И вот примерно в таких условиях, ввязываясь в такие мероприятия, му-му-му там, по этикету я должен, ё-моё. Ей просто рожи, может, ваши не понравятся. Готово. Я же не говорю, что так будет. Но теоретически, техническая возможность, просто, мало заплатил, там, не знаю, просто так, настроение плохое. Ну, не знаю, почему у Салтычиха своих крепостных секла? Она не пояснила. Секла и секла. Вот, то же самое и здесь. И вы идете, какой-то этикет вспоминаете? Серьезно? И когда у вас вот такая ситуация, там, с той же полицией, вы начинаете, что нет, я лучше оплачу. Друзья, у вас должен быть диктофон включенный, который потом вам может очень сильно помочь. Вы должны вызывать полицию сразу же, потому что какой-то этикет там, ну, я сказал, что по этикету второй раз она должна ответное приглашение сделать. Сделает? Ну, и надо понимать, что примерно аналогичную сумму на вас потратить. Причем это не просто ответное приглашение. Это, по сути, ответное гостеприимство. То есть, если вы за ней заезжали, за вами должны заехать. Вот этикет. Если не брать межполовые какие-то взаимоотношения. Если вы берете именно межполовые, ну да, вы должны, вы обязаны. То есть, там этикет именно такого плана будет. Вы холоп, она королева. В принципе, принято так. Но это не этикет. Это алинизм. А этикет, я сказал, что если вы равны, то, соответственно, да, она должна делать ответные действия. Вы за ней заехали, она вам должна обеспечить, что называется, доставку к месту Жора. То есть, либо заехать, либо там таксерика оплатить. То есть, заехать в любом случае. Либо за рулем, либо на такси, неважно. Вот. Поэтому, друзья, когда вы идете на свидание, когда вы, в принципе, незнакомый человек, какие у вас основания, говорит, что она это не сделает. В принципе. Нет, она на это не пойдет. Там заявление тоже написать. Серьезно? Попытайтесь понять. Вот представьте, что у вас должно делаться в голове, чтобы вы шли на свидание с целью пожрать. И попытайтесь найти сейчас девушку, женщину, которая согласится на прогулки там в лесу, в парке, где угодно. Но без посещения прожорливых заведений, скажем так. То есть, в принципе, вы согласились? Вот вам девушка, там женщина предлагает, пойдем по парку погуляем. Ну, в принципе, да. Вы встаньте, что нет, только если жрать. Только если ты за меня платишь. Со стороны женщин такое часто встречается. От комрадов слышу, что да, не соглашаются там на какие-то прогулки по городу или по природе. Пошли там, как говорится, жрать буду. Вот. И подразумевается, что за твой счет. В принципе, если человек вот так подходит к свиданию, ну, как будто с голодного края сбежал, просто огладал, вроде с ним, ну, как бы личные отношения пытаются выстраивать, он что-то жрать хочет, не знаю, потом он срать захочет, я извиняюсь. Ну, в принципе, какую-то физиологию свою начинает, такой троглодит какой-то, ну, давай там познакомься, вы думаете, понравлюсь, не понравлюсь, жрать, 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 закажи вот это, вот это, вот это. В принципе, вы бы так стали делать, и если бы вы так не стали делать, то не надо уже считать, что, ну, человек, который так делает, он примерно будет вашими, там, мыслеформами мыслить, не сделать так. Вы бы не стали писать заявление, но вы бы не стали и пытаться на свидание нажраться досыта. Все, человек нажирается досыта. С чего вы взяли, что он будет про заявление думать вашими жалекалами. Поэтому тоже не надо заблуждаться, и поймите, что сейчас опасность, быть хотя бы ложнообвиненным, сами понимаете в чем, она очень высока. Потому что практика показывает, что доказательственную базу там собирают весьма и весьма спустя рукава, палочная система. Поэтому, ну, не знаю, как бы вы себя вели, если бы решили там какой-то интим организовать с ВИЧ-положительным, допустим, человеком. Ну, я не знаю, как бы вы предохранялись, там, три штуки бы надели. А здесь, да ладно, да это... То есть, если вы без диктофона пошли, это уже сумасшествие. Вы поймите, что сейчас пойти на какие-то свиданки, там, не знаю, с сайта знакомств, с каких-то уличных знакомств, это игра с огнем. И уж хотя бы подстраховывайтесь, друзья. И хотя бы вот так вот сопли не распускайте, что, да нет, да все нормально, я это, 300 рублей не обеднею. Вы можете на 10 лет обеднеть просто разом, если будете вот так расхлябанно подходить к вопросу. Если у вас не будет на 5 шагов вперед отработаны варианты действий. То есть, если то, если то. Если обвинение, то у вас диктофон с записью хотя бы. Я уж не говорю там про камеру какую-то. Если нажрала и убежала, вызов полиции, там, администрации учреждений и так далее. Если вы не будете понимать, если у вас не будет готовых решений на многие-многие безумства, которые могут возникнуть просто через секунду, вы влетите. Вы влетите на очень серьезные последствия. Раз пронесет, два пронесет, на третий не пронесет. Вот, такие соображения. Поэтому, друзья, старайтесь все-таки, когда с огнем играете, если уж вы считаетесь нужным с ним поиграть, старайтесь хотя бы прикидывать, как это может вам, чем это может вам обойтись. Вот, ну хотя бы не так, что, как валенок какой-то. Нет, ну с другой стороны, я понимаю, конечно, люди в ЗАГС идут, не читая семейный кодекс. То есть, человек, который прожил там 5 лет в браке, из которых 4 проругался, потом разводится и говорит, а я не знал про правила 300 дней. Что 300 дней после развода любой ребенок ее на меня будет записан. То есть, чувак, ты чем думал? Ты кладешь голову на плаху, даже не подозревая. Вот, какой-то пенек такой весь иссеченный, крови облитый. Вот, тут мужик какой-то топором замахивается. И вы не понимаете, к чему дело идет? То есть, вы не пытаетесь понять механизм, почему этот пенек иссеченный, почему он кровью облит? Вообще, как вот тут вот все это действие работает? Ну, с другой стороны, да, наверное, человек, который идет в ЗАГС, подставляется, не читая семейный кодекс, наверное, когда-то он так же ходил на свидание. По принципу, ну, кто-то дошел до ЗАГСа, кого-то посадили, может быть, кого-то обули потом на деньги. Ну, да, в принципе, вот если с такой позиции подходить, как говорится, а, будь что будет, но стоит ли? Короче, подумайте, друзья, подумайте и поймите, что нужно на несколько шагов смотреть вперед. Такие соображения. Такие соображения.